Здорово, народ! С вами Варчик, в этом видео расскажу свои впечатления от нового патча картошки. Мне кажется, это один из худших патчей. Во-первых, убили один из самых приятных танков 9 уровня Леопард ПТА. Они превратили его в старый АМХ-30, при этом с долгим сведением. Если раньше АМХ-30 сводился быстро, но не было стабилизации, то сейчас Леопард ПТА и нет стабилизации, и сведение тоже долгое. Я один раз стрельнул с Леопарда ПТА, вышел из боя и продал его. Все. Великолепное изменение. По циферкам вроде бы не сильно его там понерфили, потом в следующий раз, когда я посмотрел на нерф Леопарда ПТА, там уже миллиард строчек нерфа стабилизации было, и в итоге на основу вышло то, что он просто кривой. Когда едешь прицел на полэкрана, когда останавливаешься, пушка сводится 5 лет. Гениально. Следующее. Апнули ветку Е-50М. Я попробовал только танк 9 уровня. Он пробивается ББшками от восьмерок куда попало. В лоб башни, в маску, никакой брони я не почувствовал вообще. Он какой был, такой и остался. Китайские танки, я даже думаю, смысла пробовать нету. Даже серебро на это тратить желания что-то нет, потому что они были настолько убогие, а апнули их так себе. В принципе, там еще на картах посовывали какие-то кучки мусора и добавили жетончики. В жетонах наделали кучу багов, там всего лишь 2 квадратных окошка с жетонами, одно из которых кривое. 4 или 5 тысяч человек работают в родгейминге, и они не могут 2 квадратных окошка сделать, чтобы они не были залаганные и кривущие. При этом это тестируется целый месяц перед тем, как выйти на основу. Невероятная работа была проделана, просто и грандиозная. Насколько же им насрать вообще, что выпускать в виде патча? В принципе, ничего в игре не изменилось. Одни турбосливы турбопобеды, содержания боев никаких нет. Арта как карала, так и карает. Смысла находиться в игре 0. Офигенный патч. С 26 числа выходит Хэллоуин режим, там какой-то там мирный 13, карта на ней, там какой-то новый режимчик, ПВЕ для Хэллоуина, класс. И в этот же день выходит еще событие для кланов. Какой-то у них там очередной поход. То экспедиции, то походы. Все время куда-то съебнуть хотят танкисты, поэтому ивенты у них так и называются. Но никак никуда не уйдут. Пока только название. И в один день стартует сразу и то, и другое. Думаете это все? Конечно же нет. Еще ранговые бои будут тоже с 26 числа. Мы должны для клана повыполнять в рандоме какие-то конченые задания. Мы должны поиграть еще в ПВЕ мирный 13 для Хэллоуина. И еще должны поиграть в ранговые бои. Можно еще приехать каждому разрабу огород, вскопать полы, помыть, дерево посадить. Что еще надо сделать в один день? Ну что-то у нас там когда-то наложилось два события друг на друга. Это произошло случайно. Вот здесь три события накладываются друг на друга. Тоже случайно. Просто некуда это больше всунуть. А всунуть видимо надо. При этом давайте посмотрим, что там за какой-то поход для кланов. Нам нужно вступить в какой-то клан рандомный без обязательств для того, чтобы в рандоме выполнять ежедневные дебильные пару заданий, которые мы и так можем выполнять ежедневные пару заданий, вообще никуда не вступая, потому что каждый день и так там есть задания ежедневные. Но к ним еще добавятся клановые ежедневные задания. При этом в видосе Картошечка нам рассказывают, какие кланы классные. Там люди кооперируются, вместе общаются, семьи, наверное, заводят. Но Картошка нам предлагает вступить в клан, чтобы в рандоме играть. При этом развития кланов нихрена нету. Просто одно и то же всегда. Это ебучая квадратная окошко с чуваками, которые сидят по 15 минут, ждут боя, не изменилось вообще ни разу за все время. И ивенты все у Картошки одно и то же. Начинается ивент на ГК, все серваки залагали, сдохли, упали. Потом они очнулись, раздуплились. И ты сидишь по 8 боев в день, сидишь, ждешь. Между боями по полчаса ожидания. Офигенно вообще. Ноль работы над кланами, но они прикрутили туда какие-то говенные задания. Нахрена? Просто так. Решили оживить, ничего не делая кланы. Хэллоуин, новый режим, там что-то карту как-то переделали, мирные 13. Окей, это можно еще там поиграть, что-то новенькое, может быть зайдет, пусть будет. Но вот ранговые бои. Они испортились уже давным-давно. Они в какой-то момент сделали их прикольные, не остановились и испортили их еще несколько раз. Какие изменения нас ждут в ранговых боях? Ежегодная доска почета в ранговых боях? А кто в них играть будет? Я, допустим, не буду играть в ранговые бои. Мне вообще насрать, буду я там на этой доске или нет? Зачем мне эта доска, если режим мне не нравится уже давным-давно, я в него не играю. Декальку они туда какую-то прикрутили. Все, режим оказывается готов. Все идеальный, классный. Понятно, понимаю. И эта картошка подготовилась. Десятилетиями картошка развивалась, укрепляла свой состав разработчиков. Они достигли невероятных высот. И теперь игра вышла на новый уровень, превратилась вот в это. Скорее бы уже вышел Assassin's Creed Valhalla и Cyberpunk. Хоть будет во что поиграть. Поскольку в это играть желания нет. Ни одного положительного изменения в патче, в котором ни черта нет. Они даже испортили ебучую карту. Как можно квадратик, который 10 лет находится в уголку, никого не трогает. Как можно его испортить? С вами был Варчик, играть красиво. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok